всем привет девочки и мальчики вы на канале truman vision и с вами хочу поделиться о тяжелом танки прорыва е-75 т.с. это премиум танк в данный момент его можно купить за боны в боновом магазине он стоит 8000 бон и немного расскажу о танке танк имеет корпус от е50 него интересная башня да то есть она не похожа на какую-то либо стандартно немецкую она напоминает какую-то башню то ли от льва то ли от pz7 вк-шки 07201 ну впрочем это не важно оборудка какую бы я бы советовал вам поставить она по моему тут только одна и подходит это у нас закалка в слот стабилизатор в слот после прокачки полевой модернизации ну и по вашему желанию и по возможности это досылатель трофейный боновый как вам угодно вторая оборудочка у меня стоит так сказать вариант для прохоровок или каких-то открытых карт то есть также я поставил стабилизатор потому что там особо не стреляешь стараешься больше насветить и турбина просветленка но просветленку можно тоже трофейную либо боновой воркнуть так как танчик не имеет обзора у него не максимальный обзор со сборкой номер два которая идеально ему подходит обзор у него 228 со всеми так сказать прокачками которые у меня есть орудие 105 миллиметров бэбэшками долбит 227 миллиметров пробоя отличная у него нормализация стабилизация снарядов подкалиберы 282 альфа у данного агрегата 360 среднего урона экипаж 5 обезьян советую сначала вкачать ремку потом вкачать на боевое братство ну а там уже по обстоятельствам по поводу горения сильно у меня никогда не горел так что петушитель особо ну на свое усмотрение как вам будет вести полевая модернизация что ставим первый слот на сохранение набранной мощности второй слот ничего не сделал потому что как бы тут не меняешь особо разницы нет да то есть разброс на одну сотую или там сведения на две сотые ну мне лично не пригодился далее делаем от времени дезориентации это арта блядей и слот я выбрал вот как он тут правильно у нас называется огнемая мощь категория но при этом воткнул туда осознанно стабилизатор перейдем к разбору брони и поговорим его от танкований разбор брони данного агрегата нлд 95 миллиметров под прямым углом у нас 200 миллиметров но в редких случаях нас конечно же не пробивают в лд 120 но как вы видите вверх-вниз такая же картина да тут угол просто побольше тут он более такой пологий морду нас бьют все и кто угодно вот просто морда забудьте просто на кого-то в лоб выехать это абсолютно не вариант маска башня орудия ну тут есть такие небольшие подковыристые места но танк кидает в девяткам десяткам так что в пушку прошивается но конечно вид внушительной маски не всегда они помнят но при этом закидывают то есть даже вот здесь вот над пушечкой дырдочка и естественно у нас есть два дальномерчика один командирский другой я так понимаю наводчика по 60 миллиметров они достаточно маленькие на дистанции редко кто закинет но закидывают имеется командирская башенка она не сильно крупная немножко приплюснутая но тут картина такая то есть по есть нюанс как танковать танкуем как все мы как на всех немецких танках да то есть мы имеем 80 миллиметровый борт плюс у нас 5 миллиметровые экраны тут я попал немножко спел гусеницу 40 миллиметров но примерно это должно выглядеть как то так то есть с восьмерками от 230 если угол делаем менее такой пологий уже у нас рикошет да то есть дальнюю часть но есть небольшой нюанс это вот это вот место девятки и десятки как бы бортом не вставали если они знаю да он закрывается экраном его в принципе не видно тут всякие распор очки навесы там что-то еще есть но когда тигрины ильята вот так вот пощупают а тык и все здравствуйте был момент да у меня в зажка вынесла хотя я стоял так стоял что даже когда разглядывал так вот свой труп думаю да куда черт побери а потом открыл коллежен модели вот как раз вот этот долговатая часть основания механизма крепления башни видимо там располагается да вот сюда меня наказали а так в принципе картонка картонкой да ну танкует но не всегда скажем так ну и давайте что тут разглагольствовать перейдем непосредственно к бою и там поговорим о мелочах итак сходим бой и поговорим о плюсах и минусах этого танка плюсы данного агрегата это естественно корпус от е-50 он достаточно шустро бегает имеет классную броню но и только вдумайтесь е-50 я этот танк желал но мне его подарили чисто из-за того что е-50 один из моих любимых танков в этой игре плюсы что он танкует едет что у него приятный достаточно ствол приятная стабилизация какими-то местами есть броня но я вам скажу сразу это не имба это достаточно хороший приятный танчик но это не значит что вы его возьмете будете всех орвать нагибать просто из возможностей бонового магазина мне кажется его ввели он отличное дополнение в общую коллекцию да советую его брать да конечно на нем возможно классно кстати убивать тараном потому что он имеет массу 80 тонн только вдумайтесь 80 тонн это же просто супер на каких-нибудь химках как разогнался можно нефиг делать забрать в ст-шку просто сторона я влетал на 800 и на 600 граждан так у меня здесь не полетела так танчик конечно же танкует но не всегда но пока что у нас все получается полудурчики вылазит тут по кому моя уже команда слилась я не стал выкладывать бой на три отметки потому что он был на стриме но подсказочку обязательно оставлю сейчас она появится у вас в правом углу отлично забираем танчик насчет то у нас 46 классно классно супер прекрасно все классно да 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 дебил не видит что у него сзади танк до меня сейчас будет колотить кстати забыл сказать движок вышибают практически каждой палкой вперед это просто пиздец так зарядим не зарядим это 4 3 у нас еще здесь не светился но наверное где-то на дальке все дядя ник там разбирают кстати со сломанным даже вот горочки неплохо прет голдой не пробил нормально а сейчас пробил да вот такие вот ребят подкалиберы веселые и ничё-то блять с этим не сделаешь хотят летят хотят не летят так я не понял попал я в этого дядю или нет интересно ну просто ебучие подкалиберные снаряды терпеть их блять не могу ужас кусок говна столько ждать чтобы никуда не попадать это вообще конечно надо уметь уже могли заканчивать бой и я чё-то перешел на эту херню по халкатую он сколько выстрелов в молоко просто они сейчас еще нас и обоссать могут с нашими-то офигенными игрочеками ой не хочу я спускаться не хотел спускаться но придется ехать их тупо добивать блин пара да 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 я в свету да 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 охрененный лт вот что просто сейчас перебьют куда попали в угол башни ну где то там родненький высовывай кулды колку да могло и не залететь конечно но в пиксель опять взял три отметки и уря давай футур заканчивает вылазить заканчивай ставь точку спасибо ребят кстати кто посмотрел это видео до конца чем я кому чем я помог я очень рад да то есть подведя итоги танк советую брать это не имба но играть на нем приятно даже по виду приятному орудию стрельбе с вас лайк подписочка и наверное увидимся на стриме пока пока